приветствую друзья вы на канале где рассказываю свою историю касательно встречи с близнецовым пламенем и делюсь теми изменениями которые происходят в моей жизни благодаря этой встрече на самом деле очень радует что на канал стали приходить люди появляются лайки первые комментарии это очень мотивирует потому что хочется столько всего рассказать каждый день происходят какие-то открытия в голове пазлы складываются раскладываются и все то что распаковывается все то что раскрывается в жизни очень тяжело конечно как-то систематизировать и дать материал поэтому спасибо что вы смотрите спасибо что комментируете хочется сразу сесть и начать просто говорить войти вот это поточное состояние потому что я знаю что всегда есть что сказать когда ныряешь туда в бессознательное и я хотела бы сегодня поговорить про эго на пути близнецовых пламен как я это вижу как я чувствую как я проживаю эти изменения проживала наверное будет в нескольких частях потому что говорить здесь действительно можно очень много это совершенно не те отношения в которых можно действовать от ума через призму эго здесь все будет с точностью да так говорю опять мурашки идут здесь с точностью все будет да наоборот вот этот принцип зеркала который присущ этим отношениям может быть на первых порах когда я еще сама не 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 понимала даже не вздумывалась о том что это за странные отношения и такие непривычные и могло сработать да вот это вот обыкновенная зим земное толкование и я бы это сказала дальше даже больше манипуляции нежели выстраивание отношений может быть на первых этапах это как-то и давало какие-то результаты но они очень промежуточные в любом случае дальше дальше погружаясь в эти отношения ты чувствуешь некую фальшь и что-то не то что-то не так не так не такими путями вы идете друг на друга так мосты не налаживается не прокладывается эта дорога между вами и все это партнер тебе зеркалит здесь один из партнеров он может даже не ну не понимать не задумываться ему может и не присуще быть духовной составляющей не нужно заниматься медитациями практиками да там какими-то расстановками абсолютно он просто может быть как в моем случае совершенно земной человек но с очень доброй душой со своими травмами но тем не менее уровень глубины который я в нем увидела уровень принятия окружающей действительности меня действительно поразил я никогда не видела чтобы человек который особо и не интересуется духовным миром духовным развитием был настолько осознанным и настолько цельным вот и касательно его когда мы знаете начинаем вот от ума пытаться эти отношения растолковать а почему он так не поступает да то есть почему в обычном мире там уже в 3d грубо говоря да в обычных земных отношениях так скажем там мужчина так должен мужчина так должен он не поступает там или он не не пишет не звонит я не буду писать да пускай первый пишет и и вот эти вот игры как я бы сказала перетягивание канатов они только они не дают ничего понимаете никакой пикантности в отношениях никакой искорки это совершенно не тот уровень отношений услышите вообще не не про то не про игры не про кошки-мышки не про догонялки это настолько проработка эго когда первый раз мой близнец пропал но случился небольшой конфликт столкнулись мы так скажем своими травмами да я своим желанием от ума повесить на эти отношения какой-то понятный ярлык и он со своей неготовностью объяснить мне вообще что что вообще что это что происходит что он чувствует почему он не может ко мне приблизиться почему не может меня обнять поцеловать просто без без какой-то вот стена и все и когда вот произошел первый первый наш я надеюсь что он будет последним хотя в принципе уже пройдя определенной трансформации я задумываюсь о том что страшно в этого ничего в этом ничего нету главное то как ты этим пользуешься я четко в этот период когда прошли первый прошел шквал эмоций когда ну что он как он зачем да вот это вот обвинение обиды и претензии слезы была такая боль у меня она ощущалась на уровне где-то между манипура и анахаты то есть да где-то вот в районе солнечного сплетения у меня просто было ощущение как будто мне харакири сделали у меня реально было чувство просто комом живот сковала меня у меня прямо вот все меня так выворачивала меня меня там медом больно было только когда у меня отец ушел из семьи вот вот с этим сродни была моя боль хотя темная ночь у меня началась до этого да это просто грубо говоря как маселка в огонь чтобы трансформации шли быстрее расчищались вот эти вот завалы которые не дают быть вместе с человеком и боль она такая была ну она была душевная и четко мысль в голове пульсировала знаете вот как как манифест не то что я от ума а вот это четкое знание четкое понимание что сейчас у меня умирает эго она просто трещит пошло она просто в дребезги разлетается у меня было ощущение что меня расплюснула об землю фух вот это вот скорлупая гана просто разлетается сейчас и это действительно невероятно болезненный процесс а почему потому что мы с эго себя отождествляем очень сильно отождествляем себя с эго и когда вот происходит этот процесс умирания нам кажется что это мы умираем на самом деле нет умираем не мы подробно об этом наверно нужно рассказать еще значит следующем видео касательно его я раскрою эту тему поглубже чтобы не перегружать видео не делать его слишком долгим